Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мои отдельное, вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Севке Адамяне. Бедный, он так стремился домой, он так стремился к Николете, кучу клунков припер, а Николетушка, как всегда, недовольная. Встретила любимку достаточно сухо, не знаю, какой-то раздраженный, неудовлетворенный, озлобленный и даже где-то агрессивный и капризный. Я так думаю, это от неудовлетворения, либо капитальной ревности. Но чего-то ряху свою кривит и улыбашки нам не показывает. Ну и, конечно, обнимашки и целовашки нам тоже не продемонстрировали. И Севка жалуется, как он пхнул эти клунки. Я прям не представляю, как у него там по месту передвижения пупок и не развязался, ведь это же такая неподъемная ноша для мужика. А ну-ка, не каждый сдюжит, пока ванны со жрачкой переть через пол Европы, грубо говоря, еще и на пятый этаж поднимать. Но Севка сказал, что участвовал в этом не один. И даже нашлись девочки с его, так сказать, театральной группы, которые ему помогали. И эти самые клунки передвигали по автобусу и упаковывали вместе с ним. Ну и по поводу Николеты. Ребята, вы знаете, вот эта встреча, я смотрю на него и думаю, блин, вроде вот, да, я смотрела его путешествия, да, пусть я не все там ролики, вот эти вот, да, гастрольный тур, но некоторые. Там это было как-то весело, задорно, но живенько, да, там хотя бы чувствовалась эта жизнь. Смотришь на вот это тело рядом, вот эту Николету, вечно неудовлетворенная, вечно какое-то капризное, ноющая, плачущая. Думаю, вот реально, когда-нибудь у этого чувака может быть позитив. Он настолько душный, он настолько скучный. Ну, а о примитиве это отдельная история. Николету нужно хвалить. Вот если его хвалить, делать комплиментики, тогда вы будете получать и воздушные поцелуйчики, как у него это на стримах происходит. И вот это вот, кровляние вот этих вот, вот этого фейса и показывание вам, какой он красивый и прекрасный мальчик. Кстати, по поводу его стрима, тоже хочу дополнить к этому обзору. Я посмотрела буквально фрагмент, но, ребята, честно, смотреть Николету на протяжении двух часов, даже моя достаточно крепкая, может быть, наоборот, не крепкая нервная система этого не выдерживает. Моего запала и задора на тот стрим хватило ровно на 25 минут. Дальше я на это тело смотреть просто не смогла. Мне очень понравился фрагмент момента этого стрима, когда подняли тему того, что же он делает на российском дзене и как он там оказался. Потому что Севка свое участие на российской платформе категорически отрицает и рассказывает нам о том, что его ролики воруют другие люди и перезаливают на дзен. И я даже в это действительно верила. Почему? Потому что он при принципе не может сам залить туда ролики. Потому что у нас нет доступа к этой платформе, к этой площадке. Это нужно скачивать в VPN. VPN может тупить. Загрузка будет, в принципе, я так думаю, по времени очень долгая и затяжная. Поэтому сделать ему это будет крайне проблематично. И я действительно верила в то, что его участия на дзене нет никакого. Это просто кто-то берет его контент и сливает туда. До тех пор, пока Николета не открыла свой ротельник. И не объяснила всем нам, что его на дзене нет. Но его ролики берет партнерка и туда перезаливает. А Николета в этом не виноват. И вот здесь я хочу отметить следующее. Ребята, я лично сталкивалась с партнеркой. Я с ними сотрудничала на протяжении двух месяцев. Сотрудничала с трех каналов. Так вот, что я хочу сказать. Партнерка от слова партнер. Они ни одного шага и решения не принимают без тебя. Они с тобой созваниваются, либо в переписке уточняют все моменты, все нюансы. Что ты ждешь от партнерства. Что ты приемлешь, не приемлешь. За что ты за, что категорично запрещено делать. И когда Николета включил дурашку и пытается рассказать, что это типа партнерка делает за его спиной. Ни хрена никогда бы в жизни партнерка этого не сделала. И кстати, Николета, а как же ты с российской партнеркой сотрудничаешь? У меня возникает вот такой вот вопрос. А я когда-то говорила, что вот Севка, Николета, они такие патриоты. Они так поддерживают Украину. Но до сих пор продолжают сотрудничать с российской партнеркой. Потому что только она имеет доступ на дзен. И только она может вывести средства и залить туда их ролики. Потому что да, тут даже стоит вопрос, как потом вывести деньги, заработанные на дзене. И когда Николета рассказывает, что это делает типа партнерка, ни хрена. Она это делает с его молчаливого согласия. И вот от вражеской страны у нас сейчас война, а этими деньгами он абсолютно не брезгует. Вот такая вот красота. И включай дурочку, что это типа партнерка. Да-да-да. Они вот не посвятившись с тобой или возможно после твоего запрета. Настолько уверовали в себя. Настолько, я не знаю, схавали таблетку смелости. Асмелин какой-нибудь. И конечно, перезаливают в тупую твой контент. Ребята, если бы это было правда, тут же расторгается с ними контракт. Да, месяц ты еще обязан с ними по условиям договора доработать. Но после этого ты свободный независимый блогер. Еще и партнерку ты можешь поставить раком и выбить с них неустойку за то, что они без твоего согласия и разрешения перезаливали куда-то там твой контент. И это наказуемо. Так вот, и делайте выводы точно такие же по поводу севки. Когда севка включает дурачка, что его на дзене нет. И это кто-то ворует его контент. Это не кто-то ворует его контент. Потому что если Коки разрешил партнерке перезаливать себя на дзен. То точно так же поступает и севка. Потому что два сапога пара. Вот очередная какая-то ложь. И очередная вот такая вот порция отвращения к этим персонажам. Но да ладно, вернемся к самому обзору. Ну и конечно севка нам показывает распаковку, что же он оттуда припер. Мне так и хотелось сказать. И грень отворяйте, так сказать, открывайте свои ворота. Едет оплата за дрышню мам. И за то, что 6 или 7 дней подряд вы терпели этих чудиков. Я думаю, хавки вам перепадет достаточно. Ну и конечно пол ролика самолюбование. Кому он что раздаст? Кого он чем угостит? Для чего он вообще это все вез? Для того, чтобы людям массово раздать эти гостиницы. Мне вот только не понять, кто это масса. Если разобраться в его окружении только Надька, Зина, мама и Грень и Чита Арестовича. Больше никого нет рядом. Кому он это все собрался раздавать? Тем более он с людьми с театра был вместе на гастролях. Я думаю, то, что они хотели, они себе сами там приобрели. И вот здесь у меня возникает вопрос. Он кричит, всем раздам, всем раздам, кто эти все. Очень хотелось бы узнать. Ну и опять-таки он нам рассказывает, как тяжело и непросто было это все перевозить. И на каком надрыве он бедный шел. И тяжело, и неудобно. Вот я понимаю, какой грандиозный подвиг чувак реально, ребята, совершил. Это же на каком надрыве он шел и какую физическую мощь и силу приложил для того, чтобы это припереть. Припер, а Николета недоволен. Припер и ничем любимку не порадовал. И даже те подарочки, которые перепали чисто Николете, он сказал, будем распечатывать после того, как оно покушенькает. Пока оно горяченькое. В первую очередь покушенькать, потом все остальное. Ну и тем временем телефонирует очередная какая-то куколка и рассказывает Севке, как Надежда может сэкономить на операции и где ее делать. И делится собственным опытом. И вот здесь мне в очередной раз смешно. Зачем вы звоните ему и делитесь своим опытом? Во-первых, элементарно чего Надежде экономить? Экономить можно, когда это твои деньги. И ты как бы за свои это делаешь. Тогда ты понимаешь, есть у тебя эта сумма, нет. Может быть поехать к еще одному врачу и еще одному поискать, где дешевле, где лучше отзывы и так далее. Но когда это на шару, когда это на халяву и ты это делаешь не за свои, тогда чего экономить, чего ей напрягаться. Тем более, когда Надюша сказала, что здесь такой хирург, который ей пообещал, что сделает лучше лучшего. А Надюхе в ее года именно необходимо сделать лучше лучшего. Ну и далее, конечно, перейдем к порции благодарочек. В этот раз Севка благодарит женщину, ту самую тетку, имя которое он, конечно же, не запомнил. За то, что она ему презентовала картину за 1800 евро. Ну, не так и хочется сказать, но вы же тетка женщина, обязательно не вздумайте обижаться. Все абсолютно нормально и предсказуемо. То есть, в следующий раз подарите еще одну вот такую вот картину и он обязательно запомнит ваше имя. Ну, вот произошла такая неукладочка какая-то, да, непоняточка, что он вас не запомнил. И опять-таки подниму еще тему Тани Таллин. Что-то в этот раз она передешевила. Всего лишь 500 евриков подогнала Севке. Танюха, что-то ты сходишь с дистанции. Нашлись дамы, которые по 1800 евро ему картины презентуют. А ты расщедривалась всего лишь на 500 евро. Необходимо активнее начинать работать, чтобы тебя никто не затмил. И твое имя случайно не забыли, и ты не стала женщиной-теткой. Ну, и далее перешли к теме, конечно же, Севкиного унитаза. Как он сказал, он с момента приезда и того, как зашел в квартиру, с унитаза и не слазит. Потому что это его родной туалет. И рассказал нам, если бы мы все знали, как же тяжело справлять малую и большую нужду на заправке. Это просто какой-то кошмар. Поэтому он и сидит на своем, так сказать, троне. И вот здесь я понимаю, почему Коки не удовлетворен. И почему он под шумок свалил. Потому что идет соперничество за именно этот трон. Потому что Николе-то его давным-давно облюбовал. И, как правило, предпочитает время проводить именно на нем. А тут вернулся конкурент. Ну что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. А в следующем ролике мы поговорим, как мамка встречала любимого зайчика. Ну а пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!